Два этапа конкурса, показ образовательного занятия и мастер-класс позади, осталось лишь презентации своей работы. Жюри поочередно заслушала каждую из пяти претенденток на звание «Воспитатель года-2018». Светлана Набережнева решила донести важные моменты своей профессиональной деятельности посредством песни. И внимание здесь было уделено не вокальным данным, а душевности строк. Когда бывшие воспитанники долго и с добротой помнят своего наставника, это главное, считает Светлана. Мне доверяют детские сердца, говорит о своей работе Наталья Иванова. Каждое утро она их принимает, а взамен отдает свое. Лепим, рисуем, играем, поем, словно большая семья. Я просто обязана детям отдать сердце свое до конца. Применяя в образовательной деятельности элементы экспериментирования, Татьяна Горелова поняла, что исследование вызывает у детей огромный интерес. В ходе опыта деятельности до школы учатся наблюдать, размышлять, сравнивать, отвечать на вопросы, делать выводы, устанавливать причину-следственную связь, соблюдать правила безопасности. У него формируется основа логического мышления. Олеся Харитонова поставила перед собой цель – научить детей главному. Их целостного понимания, научить ориентироваться в потоке информации, ввести целенаправленную работу по усилению развивающей функции обучения, организовывать образовательный процесс по модели личностно ориентированного взаимодействия, согласно которому ребенок является не объектом обучения, а субъектом образования. Надежда Дякина работает в детском саду «Солнышко» не так давно, но считает его коллектив и воспитанников своей семьей. Увидеть в ребенке лучик и зажечь солнце – ее кредо. Надежда стала победителем конкурса. Участников поздравили председатель горсовета Зинаида Супова и глава города Владислав Денисов, который отметил – быть воспитателем – это призвание. Это формула, которая выражается простыми словами. Это любовь к детям и любовь к профессии. И сегодня каждый это показал и, самое главное, проявил. Самым трудным этапом конкурса для меня была презентация, говорит Надежда Дякина. Это нужно как бы обобщить весь свой опыт работы и представить на обозрение жюри, гостей. Она поделилась, что еще трудней и ответственней будет выступить в Тамбове. Но участие в городском конкурсе и главная победа уже настроили на дальнейшую борьбу. Ирина Мерзлякова, Виктор Викторов. Наш город. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова